спонсор программы компания электроцентра наладка программа люди делал на открытом канале сегодня к нам в гости пришел владимир дружинский директор компании в адр строй добрый вечер скажите пожалуйста фирмы ваш существует с 2007 года в общем-то не так давно на рынке строительном в саратове вы за это время успели ощутить себя настоящим бизнесменом но вообще-то фирма существует не то что 2007 года гораздо раньше вот преддверии была другая строительная организация где работал коммерческим директором куда я пришел изначально а это уже как производная вот то есть мы предпринимали шаги для того чтобы организовать вторую фирму вот у нас есть нормальный коллектив сотрудников вот есть руководители которые в принципе могут на что обеспечить выполнение тех задач вот а задача нас какие заработаю для хорошей жизни что-то как-то там что-то заработать и дать людям работу вот кстати вот это большое основополагающее при наших экономических реалиях вот а то что организовались мы там 2007 году вот и выделили предприятие но тогда была возможность тогда было лицензирование вот тогда было открытие довольно легко предприятие в принципе сейчас вот только сыр его дорого стоит но все-таки на протяжении большей части своей деятельности работали в общем-то по найму в разных организациях но даже не в разных много организаций работал все-таки почему наступила такая стадия когда вы захотели иметь собственное дело собственный бизнес что к этому привело ну когда последняя организация которая даже не в которой в которой в коллектив которому работал вот я бы мог его назвать террориум друзей вот где не то что там какие-то клановые отношения там вот были а просто люди которые сидели не на своем месте скажем так недалекие вот а получилось так что они стали у руководства значит предприятия по воле случая но это такое у нас бывает вот естественно вот я ушел в никуда просто просто закинул ушел и потом для меня это было такой знаете я даже не испугался вот не переживал из-за этого не как вот было там вот ну поработал 16 лет вроде бы да там как-то поднимался по карьерной вестности потом раз уйти в никуда вот но я всегда считал что это для меня такое испытание и вот оно необходимо для каждого человека вот что понять что ты себя значишь в этой жизни что ты можешь вообще то есть это определенный вызов был и психолог да вообще с точки зрения самооценки еще какой я прям я долго так в сомнении каких-то там правильно сделал неправильно сделал можно было там скажем предпринять такие шаги когда смириться и доработать спокойно до пенсии вот где-то там вот я не говорю что это выскочка куда-то хотел где-то на уководящую должность в общем так никаких этих но просто те способности когда-то которые я ощущаю вот на тот момент я считал что я могу в принципе даже это самое где-то при примените себя в другой отрасли например так вот интересно вы стали руководителем у вас теперь коллектив подчиненных вы когда руководите имя большой кстати коллектив ну у нас общую порядка 30 человек вот я это я имею ввиду и и тыр вот и там бригадиры бригады исполнителя непосредственно но дело в том что мы изначально создавали это предприятие вот как ассоциация то есть содержать у себя в коллективе несколько направлений вот не просто накладно это экономически невыгодно не вот у меня есть очень хорошие такие подобранные предприятия на что в лице даже их руководителей вот если мы берем какой-то объект вот ну такую значимый для нас во всех отраслях и тому и по сроку вот по финансовые значит это самое составляющие вот и по качеству и по необходимости выполнить какие-то там сроки то мы естественно приглашаем это у нас есть функция регион подрядчики мы приглашаем эти предприятия делаем совместно их вот и у нас очень хорошо получается вы к людям из своего коллектива к персоналу скажем так когда относитесь когда выстраиваете отношения вы помните что вы были подчиненным у других руководителей то есть я имею ввиду не стараетесь ли вы не повторять тех ошибок которые которые вы вы видели в ваших прежде я понял однозначно ну вот потому что каждый человек должен вообще помнить кто он вот мы понимаем что есть там категория людей которые живут в нашем мире и видит она вообще где-то в каких-то там других облаках ну вот это у которых существует но абсолютно другие критерии вот то есть люди возобновили себя такое да и у нас саратове кстати на таких достаточно вот поэтому надо всегда помнить кто то есть какие качества идеального руководителя для вас самые главные никогда не думал вот но хотя могу сказать упорство вот не богатство несчастье не везение скажем так будешь упорным будешь добиваться своей цели вот люди потянутся за тобой вот и ты добьешься того что ты хочешь вот и причем для них в том числе даже в первую очередь вот бывает так что мы выполняем работы вот которые экономические как предприятие не выгодны вот они только покрывает скажем так расходы по налоговым платежам и по по зарплате затратам на всем вот но сохраняется бригада люди работают и понимать что для них действительно руководителя делает что-то он видит это понимать что лопаты не загребешь всех денег не заработаешь вот а сохранить коллектив вот это самое главное тоже упорство и нормально работа предприятия но вот когда вы открывали бизнес понятно что это был какой-то действительно отчасти вызов отчасти стремление попробовать себя немножко в другой сфере сейчас когда вы говорите о том что нужно достичь предприятия каких-то целей вы в первую очередь о чем думаете что ваша миссия что если что себя представляет вашей миссии моя миссия представляет то что те люди которые со мной работать на этом предприятии они должны достойно жить моя семья должна достаточно жить их семьи должны достойно жизнь вот все кто работать все это вот а что еще то что мешает сейчас нашей стране двигаться так же успешно, как, допустим, продвигалась китайская экономика. Производительность труда. У нас она вообще на таком отсталом уровне, что ни в какие рамки не лезет ни с кем. Вот абсолютно. Это, во-первых, отсутствие внутреннего рынка. То есть, малая его составляющая. Вы посмотрите, полтора миллиарда китайцев, даже если введут против него санкции и не будут покупать китайские товары, они все будут продаваться так же на ура на внутреннем рынке. Вы же статистику как-то читаете иногда? Когда в Китае, я давно уже, где-то 5 назад читал, что у них выпускалось 50 марок автомобилей и 800 моделей. 800 модификаций. То есть, они делают все. И Крайсери, и Ламборджини, и все что угодно. Но для внутреннего рынка. Они не выходят на внешнее, а внутреннее потребление у них есть. Почему нет? Вообще, феномен китайской экономики, наверное, прежде всего состоит в том, что они вышли на внешние рынки. То есть, это уже в последние годы у них развился внутренний рынок. И когда уровень доходов китайцев, он дошел до какого-то уровня приличного. Но, видимо, санкции против Китая, они, в общем-то, бессмысленны и не могут быть введены именно потому, что на китайских товарах, на китайском производителе живет весь мир сейчас. Без преувеличения. И Европа, и Америка. Только качество разное? Естественно. Качество бывает нестабильным. Естественно. Но так иначе. Не стабильные качества. То есть, для России это одно. Потому, что мы берем, что подешевле заводим сюда. Вот это одно. А для Запада это другое. Вот качество вы же сами, наверное, были где-то за границей. Вы смотрели китайские товары, которые там представлялись. Это небо и земля. То, что присутствует здесь. А почему производительность труда разная? В природе человека или в каких-то условиях, которые у нас создаются? Нет. В природе человека. Желтые расы все-таки не блещут умом. В общем-то. Ни Япония, ни Китай. Они очень хорошо копируют, повторяют. Получается так, что Россия обречена. Если мы говорим о том, что разная производительность труда – это природное качество, то Россия никогда не сможет быть на одном уровне с развитыми экономиками. С тем же Китаем, с той же Японией. У нас колоссальные способности для организации этих трудов. Вы же смотрите, что было там в 20-х, на заре, в 30-х годах после восстановления, после Великой Отечественной войны. То, что была мощнейшая идеология, и люди действительно верили в светлое завтра. В принципе, может быть, сейчас с идеологией у нас страдает, но это уже все-таки забота, скажем, правительства, чтобы придумать. Как Борис Николаевич говорил, надо придумать идею. А мы можем считать, что, допустим, в развитых странах, в Европе или в Америке есть какая-то господствующая идеология, которая помогает работать людям, успешно работать? – Я думаю, да. – Какая? – Ну, во-первых, это социально-ориентированные страны. И которые, значит, кто работает, тот ест. – То есть заинтересованность. Мы выходим на тот важнейший показатель развития любой экономики, мотивации заинтересованности людей в производстве. – То есть, получается так, что система выстроена таким образом в нашей стране. – У нас нет системы. – Так. – Помогать не надо. Не мешайте. И все будет хорошо. – Ну, вот я, собственно, к этому иду. – Помощи ведь никто не просит, ни один предприниматель. Но когда начинает вставлять палки в колеса в виде каких-то новых, там, каких-то изобретений, там, вот, СРО вместо лицензии, там, отдаешь там бешеные деньги, непонятно кому, непонятно зачем. – За что? – Вот. Содержание аппарата этот СРО, там, тоже не понятно. Раз берешь лицензию, она действительно пять лет. – Вот что, хуже строили, что ли, в прошлом? – Нет. – Люди были другие? – Нет. – Вот что изменилось? – Почему мы платим, каждый год все там больше, 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 больше и больше. Если бы мы еще больше зарабатывали, было бы хорошо. – Сейчас много говорят о поддержке малого и среднего бизнеса. Вот, вы вообще представляете, в какую сторону должна направляться эта поддержка? Или самая главная поддержка – это, действительно, отсутствие каких-то препон для развития? – Самое интересное, что очень много контролирующих органов, которые сами ни за что не отвечают, вот, сами не помогают, ничего не делают, но контролируют. Запретительная система, она настолько развита, вот, любой орган, там, ну, я не знаю, там, впечатляя даже не будем, вот, много их, вот, которых могут, там, приостановить, затормозить или свернуть деятельность предприятия. – Вот, и причем, если у них это вышла ошибка, представление, вот, они ответственности никакой не несут. Они госслужащие. Вот, по-любому. – Ну, а у вас были такие случаи, когда какие-то ошибки допускали, скажем, контролирующие? – Да. – Не, у нас был как-то пример, я скажу, в прошлом году, да, когда на нас написал один юрист, он написал петицию, сейчас скажу, по-моему, в 12 организаций, вот, а из-за того, что просто ему закатилось, чтобы ему там отстегнули немножко, денег заплатили. Вот он юрист, понимаете, вот, он сравнил, значит, это протечку трубы, вот, даже не мы ее организовали, но во время ремонта, всяко бывает, трубы там делали, что-то еще, вот, с аварией на Саяно-Сушинской ГЭС. И все это написал в прокуратуру, в районную, в областную, в земельный, там, какой-то комитет, в контролирующие органы, во все. Вот, мы в самую первую инстанцию, мы три месяца, вот, доказывали этим органам, что мы все делаем правильно. То есть, вместо того, чтобы заниматься своим... Вместо того, чтобы заниматься своим делом, вот, а все из-за того, что, понимаете, поступил сигнал, а органам нужно отреагировать, вот, а как отреагировать, должна быть проверка, ну, если там 12 инстанций назначают проверки, вот, вы сами представляете, как это, да, ну, не то, что она, ну, да, сворачивается процентов до 50, допустим, если не больше. То есть, в принципе, поддержка, как таковая, особо и не нужна. Не нужна. Главное средство, которое государство может в поддержку малого бизнеса сделать и среднего, это уменьшение количества разного рода контролирующих, следящих организаций. Я могу пример привести. Я работал раньше в связи, вот, и обслужил связь, это правительственных органов, то есть, это горосполком, горком, обком, вот, так вот, в горосполкоме за 9 лет моей работы, значит, количество, количественный состав изменился с 80 человек до 900 чиновников. Сейчас я уже не знаю, уже, наверное, никто не посчитает, хотя, наверное, статистика должна быть. Скорее всего, геометрическая прогрессия. О, ужасно, да. Вот, и насколько я слышал, по статистике на 140 миллионов человек нашей страны, значит, это работающих 50 миллионов, из них 30 в госсекторе, вот, а 20 это все остальное, вот. То есть, если вы не пробовали никогда посчитать, сколько ваше предприятие кормит разных чиновников? Семер с ложкой, один с сошкой. Да. Ясно. То есть, народная мудрость здесь… Нам же никто не скажет, сколько чиновников. Да. Народная мудрость здесь на все отвечает. Да, абсолютно. Вот еще саратовский пример в строительной сфере показывает, что, скажем так, успешный строительный бизнес можно построить только в том случае, если компания имеет какие-то налаженные связи с властью. Ну, и мы видим, что некоторые наши крупные руководители строительных компаний, они, собственно, являются и… И сама власть. Да. Да. Есть такое? Да, конечно, есть. Что с этим можно делать? То есть, получается, что изначально для конкуренции неравные условия созданы? Неравные. А это не только в Саратове. Вот. А вы смотрите, у нас самое успешное… Это кто? Предприятие? Это госсектор. Это крупнейшие государственные корпорации. Там госстроит, спецстроит, там, Ренова, там, еще какие-то госкорпорации, там, естественно. Вот. Все, что приносит, значит, это хорошая прибыль, там, находится не в частном бизнесе. Вот. Вы спокойно на это реагируете, вот, на эту ситуацию? А мы на нее не повлием. Совсем никак? Совсем никак. Почему? Ну, есть примеры, кто пытался влиять. Печальные. То есть, опять-таки, у нас такой пессимистический разговор, что, в общем-то, в России ничего не может измениться. Может и измениться, конечно. Само? Потому что, ну, как само, все равно же во власть приходят люди грамотные, образованные, вот, которые понимают. Вот. Они как-то возрастают, растут-то снизу все-таки. Вот. Я понимаю, что из этих людей, которые приходят во власть, там, 80% это так, это, мусор там. Ну, теперь вы оптимистически. 20% на нормальных приходят. Хорошо. Работа примерная такая, конечно. А вы встречали людей во власти, которые действительно разумно относятся к тем явлениям. Ну, не будем сейчас расширять, да, до каких-то глобальных политических проблем. А вот разумно относятся к организации, допустим, предпринимательской деятельности. – Я нет. – То есть, ваш личный опыт на 20% не натягивает? – Нет. – Стремиться к нулю? – Не встречал. Вот просто вот… Вы понимаете, когда мне приходят письма с завидной регулярностью о том, что я там номинант и лауреат какого-то там знака, какого-то отличия, там, чего-то там еще там. Вот. И когда звонишь по этому номеру телефона в Москву, вот они говорят, 94 тысячи, приезжайте, значит, на сутки, для вас будет концерт звезд советской, там, российской эстрады, там, ошень какой-то. Я говорю, ну, вы с ума что сошли? Я говорю, недельная поездка в Штаты стоит 90 тысяч. Вот вы хотите за один день в Москве? Я говорю, у вас вообще-то есть такие лохи, которые вот ведутся на ваши эти деньги там? Хотя вот эти фонды всякие там, это что? В развитии бизнеса что ли? Вы бывали за границей и видели, как устроена вся эта, ну, назовем это словом, система. Она, естественно, сложившаяся, но так или иначе система. Вот в чем она кардинальным образом принципиально отличается? В поддержке государства конкретно. Конкретно. Та же самая, очень такой пример, вот, ну, вы знаете, что поляки – это такой народ, купи-продай. Вот, что-нибудь такое выгодное, что-нибудь найти, что-нибудь им продать. Вот, они пытались обогнать сначала Францию по производству, значит, парфюмерии, потом пытались обогнать Японию по производству, значит, электроники, да, но никак не вышло. Вот, развал Советского Союза тоже пошел через Польшу, вот, все-таки в свое время. Вот, так вот, когда они начали заниматься выращиванием яблок, так вот, государство им предоставило беспроцентные субсидии на строение, на постройку хранилищ, овощехранилищ или фруктохранилищ. Вот, и, по-моему, если мне, я помню так, это порядка чего-то четырех, трех, что ли, четырех миллиардов долларов то экспорт яблок Польши в Россию был, на эту сумму. А что нам-то мешает? Когда Антоновку везли в Англию в свое время на повозках, на лошадинках. Еще в до-советские времена. Ну, в дореволюционные времена, да. То есть, в принципе, государственная помощь может быть полезна, если она конкретная? Конкретная. Если она конкретная. Адресная, конкретная? Не, ну, существует какая-то программа, да, допустим, действительно реальная. Все же понятно, что необходимо там государству. Для этого работают институты, которые смотрят, что необходимо, нужно развить для того, чтобы, в общем-то, было хорошо. Я даже не говорю про людской фактор. Людской фактор – это то, что это работа. Людям будут получать деньги. Государство будет экспортировать или на внешний рынок, то есть, поддерживать своего производителя потребления, или на внутренний рынок товары. К тому же плохо от этого. Как Дмитрий Анатольевич сказал недавно, у нас есть уникальная возможность сейчас поддержать своего производителя в связи с кризисом мировым. Ну, мы ждем. Я думаю, все-таки что-то такое произойдет. Тот кризис, о котором много говорят, вы ощущаете на деятельности своего предприятия? Вот, не то слово. Вот, конечно. Потому что, когда все схлопнулось, когда вот этот вот курс валют пошел вверх, вот, когда сейчас все сметы, которые там были составлены в прошлом году, вот, скажем так, ну, в конец прошлого года, октябрь, ноябрь, вот, они сейчас не актуальны абсолютно. Вот. О том, что, значит, это материалы там, которые поставлялись из-за рубежа, сейчас стоят неимоверные суммы. Ну, вот, естественно, конечно, ощущаем. Ужасно. И сейчас вот эта раскачка, вот, она до сих пор никак, она все так и не шатка, не валка, скажем так, пока. Вы, наверное, анализируете все-таки ситуацию, в чем природа этого кризиса, можно сказать. Крым. Вот, в первую очередь, Россия себя повела не так, вот, на внешнем рынке, во внешней политике. Вот. Хотя, Владимир Владимирович, полный респект. Вот. И уважуха за это, за этот шаг, естественно. То есть, я не понял. Вот, вы говорите, что вы страдаете, ваша компания страдает от этих санкций, от этого кризиса. Да. Но Владимир Владимирович молодец. Вот. Я не вижу здесь какой-то связи. Не, ну, понимаешь, не все мирится материальным благом. Вот. Есть какие-то… Я же понимаю тоже и то, что сейчас происходит там, на юго-востоке Украины. Вот. Не может Россию так вот это оставить-то, правильно? Вот. И, как бы там ни относился, вот, не все мирится рублем. Все лишь на все. Так что я… То есть, если у нас там, допустим, сотни тысяч россиян, говорят, что будут затронуты этим кризисом или уже затронуты… Уже затронуты. Будут страдать… Ну, я думаю, не сотни тысяч, а даже миллионы. Наверное, и миллионы, да. Да. Будут страдать от этого кризиса ради странных и немножко призрачных, наверное, целей, которые преследует наша страна на внешнеполитической арене и считают, что это нормально. То есть, миллионы россиян страдают, а мы какие-то реализуем… Ну, вот… Имперские амбиции. Отчасти, да. Наверное, можно так назвать. Не, ну, много говорят… Вы знаете, у меня на Украине тоже достаточно родственников. Вот. И мне, значит, это… Как-то пишут там в «Одноклассниках». Вот. А зачем вы у нас аннексировали Крым? Из деревни пишут. Я говорю, отвечаю, а вы откуда такие слова-то выучили, аннексировали? Вот. А что вы его отдали тогда? Вот. Мне лично он не нужен. Забирайте. Вот. У вас ко мне претензии есть? Лично ко мне? Вот. Нет. Государству? Да. Вот. Поэтому я в государственную политику, да, поддерживаю. Вот. Во внешней. Потому что господа пиндосы ведут себя, конечно, исключительно неважно. Мы так считаем. Вот. Мы все так это… В политике, наверное, вся Россия, все гораздо. Вот. Разбираться. Интересно. Вы сами, вот в политике действительно многие у нас разбираются, но вы, кроме того, что разбираетесь в политике, ну, я здесь с некоторым элементом иронией говорю, вы разбираетесь и в самом наиреальнейшем секторе экономики. У вас никогда не было мысли для того, чтобы изменить вот эту вот не очень, скажем, правильную ситуацию в нашей стране, самому попробовать пойти в политику, в реальную политику и во власть? Никогда. А почему? Потому что в политике, я считаю, что находятся какие-то пристебаи только. Так вот. Ни о чем. Которые ничего не делают, ничего не создают. А этот… Так вот. Ну, так вот, надо ситуацию менять. Вот вы говорите, что вы не встречали ни одного разумного человека из представителей власти, который бы реально мог бы… Не, ну я знаю таких людей, которые… Ну, их не пускают просто. То, что там вот Миронов, разве он кого-то пустит? Или господин Жириновский там в политику? Вот. Партия его. Правильно? Не будет его – не будет партии. Вот смотрите, мы начали такой разговор, что, по сути, одна из главных ваших миссий – это ответственность за тех людей, которые у вас работают. Да. Вы заботитесь о людях, их семьях. Нет. Они кормят меня, скажем так. Я стараюсь так, чтобы они кормили себя, зарабатывали. Вот. Если я могу что-то организовать, вот, это же естественно и для меня, и для себя там. Я сам себя, допустим, могу обеспечить, да. Ну, вот. Но если у меня есть какие-то там, ну, не то что там, замечательные способности, ну, ну, хотя бы так. Вот. На каком-то уровне. И если у меня это получается на протяжении нескольких лет, вот, то, в принципе, почему бы и не пробовать дальше. И ничего в этом страшного-то нет. Ну, вот. Я так полагаю, что вы и неравнодушны к судьбе всей страны нашей. Конечно. Говорите об этом. А мы же, мы где живем? Конечно. Ну, так вот, я и задаю вопрос. А почему нельзя сделать следующий шаг, да. Попытаться занять себя такой работой, которая будет приносить пользу не только небольшому предприятию, не только людям, которые работают на этом небольшом предприятии, но и, не знаю, на уровне района, города, области или выше страны. Есть такая цитата, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное, а у нас на это денег нет. Вот. Вы сами понимаете, что залезть куда-то в политику, даже в районную, нужно определенную сумму какую-то иметь. А когда мы видим насчет выборов, дело в том, что я на нескольких выборах был заместителем председателя избирательной комиссии. Вот. Я прекрасно понимаю, вижу и знаю, как делаются выборы. А вы лично, вот вы лично, когда были на этой должности, вы пытались сделать так, чтобы не было тех явлений, о которых мы прекрасно знаем? Нет, не пытался. То есть, не боролись с этой машиной? Нет, не боролся. Потому что, ну, там какие-то там преференции были. Вот. Был председатель. Понятно, как ведется подсчет голосов. Кстати, в 96-м году это тоже было во время избрания президента Ельцина на второй срок. Вот. Тоже понятно, что прошел-то не он. Вы тоже тогда были в избирательной комиссии в 96-м году? Да. Ну, участковые. Вот так. Территориально. Ничего не сменилось. Избирательные технологии давно отработаны. Вот. И туда пойдут те люди, вот, которым там указано идти. Ясно. Спасибо за интересный, откровенный разговор. Это была программа Люди Дела. С нами был Владимир Деружинский. Увидимся. СПОНСОР ПРОГРАММЫ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОЦЕНТРА НАЛАДКА ПОРОГРАММЫ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОЦЕНТРА. Продолжение следует...